В интернете постоянно раздаются крики о том, что вливание в военно-промышленный комплекс на самом деле способ незаметно украсть государственные деньги. Те, кто так действительно думает, просто не знают фактов. Мобильные зенитные ракетные комплексы считаются последним рубежом защиты от неприятельского авиаудара и воздушной разведки противника. Они сопровождают войска и поражают самолеты, вертолеты, беспилотники, а также высокоточное оружие. ЗРК-стрела 10М3, комплекс ближнего радиосодействия, находится у нас на вооружении сейчас. Новинка «Сосна» успешно прошла предварительные испытания и ждет итоговых, после которых ее могут принять на вооружение в российской армии. Испытания показали, что максимальная дальность увеличилась вдвое, с 5 до 10 километров. Боекомплект расширился втрое. «Сосна» поражает цели как на пролете, так и при прямых попаданиях. Комплекс полностью автоматизирован. В автономном режиме обнаружение целей обеспечивает оптико-электронная система, способная работать при любых погодных условиях. Модульная конструкция комплекса позволяет устанавливать его на любое шасси грузоподъемностью до 3,5 тонн. Разрабатывается и корабельный вариант. Такой широкий выбор носителей не только удобен, но и актуален для потенциальных покупателей за рубежом. «Сосной» уже заинтересовались в Индии. Сравнить наш комплекс можно только со шведским переносным комплексом РБС-70 и швейцарско-американским комплексом Эйдац. Но они уступаются сне по дальности поражения и количеству боезапасов. Эйдац недостаточно автоматизированно использует более уязвимую радиолокационную станцию. Весной 2013 года Московский институт теплотехники, создавший булаву «Тополь» и «Ярс», взялся за разработку боевого железнодорожного ракетного комплекса. Недавно стало известно, что готов эскизный проект нового поезда. Он получил название «Баргузин». Этот боевой железнодорожный ракетный комплекс ожидается в наших войсках до 2020 года. Обычный с виду поезд с рефрижераторными вагонами. Просто в нем будет шесть межконтинентальных баллистических ракет «Ярс». Экипаж из военнослужащих и такой уровень защиты состава, что ядерный взрыв поблизости не повлияет на его работоспособность. Сам «Баргузин» может поразить удаленную на 10 тысяч километров цель. Командующий ракетными войсками — генерал-полковник Сергей Викторович Каракаев. Мощь данного состава, с учетом разделяющейся головной части ракеты, сможет быть приравнена к дивизии со стационарными шахтными комплексами. Мы, предварительно подсчитывая эффективность этой разработки, говорим о том, что и в ответ на встречном ударе, и особенно в возможном ответном ударе, эффективность и возможности стратегических ядерных сил увеличиваются. На спутниках-снимках «Баргузин» будет казаться обычным поездом. Его способность проезжать по тысячу километров за сутки серьезно усложнит работу разведки противника. И сравнить «Баргузин» с зарубежными прототипами не получится, потому что аналогов нашему боевому железнодорожному комплексу просто не существует. Так что не волнуйтесь, государственные деньги вкладывают в дело, в военное дело.